Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к филиппийцам. И сегодня мы с вами читаем третью главу. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной и непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Апостол предостерегает филиппийцев от псов и злых делателей, и беречься обрезание, о чем речь идет. Обрезание – это знак принадлежности к ветхозаветному народу Божию, к Израилю. И апостол Павел, проповедуя Христа, он проповедует, конечно же, Мессию, который был послан народу Израиля. Ветхозаветные пророки, пророки Израиля предвозвестили приход Мессии. Весь народ Израиля был избран, собственно, именно за тем, чтобы в нем явилась Богословенная Богородица, чтобы в нем воплотился Христос, чтобы в нем явились апостолы, которые Христос изберет. И, конечно же, Евангелие – это благая весть, которая глубоко укоренена в истории Израиля. И, исходя из этого, многие люди в первую, первоначальную эпоху христианства полагали, что раз Иисус есть еврейский Мессия, то язычники, которые желают присоединиться к христианам, должны сделаться иудеями, они должны принять обрезание, они должны принять иудейский закон. В этом была своя логика, это было по-своему понятно. Но, конечно же, Иисус – еврей, он родился в среде еврейского народа, он предсказан еврейскими пророками, и, если вы хотите присоединиться к Иисусу, естественно, присоединиться к его народу. И это было достаточно понятно в то время, потому что иудаизм был в определенном отношении открытой религией, к нему могли присоединиться и присоединялись язычники. В античном мире довольно много народу переходило в иудаизм языческого происхождения. То есть, в принципе, это был вообще вариант, это было возможно. Но из такого иудаизированного восприятия христианства следовали две вещи, которые апостол Павел отвергал наотрез. Первое – это то, что принятие иудейского закона необходимо для того, чтобы быть во Христе и обрести вечное спасение. И это воздвигало между Христом и язычниками дополнительный барьер. Это, собственно, первоначальный был барьер. Он был нужен для того, чтобы поставить преграду между Израилем и язычниками, для того, чтобы народ Божий сохранил истинное богопочитание. Закон, в частности, обеспечивал разрыв общения между язычниками и иудеями. Они не могли вместе есть, они не могли общаться, не могли вступать в смешанные браки. И через это народ Божий не ассимилировался, не растворился. Он сохранил веру в единого Бога через все исторические испытания. Но после того, как пришел Мессия, все эти преграды, они только препятствовали спасению язычников. И поэтому апостол их отвергает. И второе, против чего восстает апостол, это попытка оправдаться перед Богом законом. И, очевидно, эти уже учителя, они были, как и апостол Павел, евреями по происхождению, наследниками Ветхого Завета. И они приходили к филиппийцам и говорили, вот мы принадлежим к народу Иисуса Христа. Он предсказан нашими пророками. Мы наследники той самой традиции, которая завершилась приходом Мессии. Вы должны нас слушать. Апостол Павел говорит, если кто думает надеяться на поте, если кто думает надеяться на свое происхождение, то тем более я, апостол говорит, я был сам обрезан в восьмой день. Я из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей. То есть не просто апостол принадлежал к богоизбранному народу. Не просто он еврей от евреев. Он еще фарисей. То есть он представитель наиболее религиозно-ревностной части этого народа. И он по ревности гонитель Церкви Божией по правде законной непорочной. То есть он сделал все, что от него требовал закон. Но что для меня было преимуществом? То ради Христа я почел счетую. То есть у апостола было огромное преимущество перед язычниками. Он принадлежал к богоизбранному народу. Все его предки принадлежали к богоизбранному народу. Он имел хорошее положение внутри народа. То есть он был уважаемым, ревностным, богочестивым человеком. Но он всего этого отказался. Что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел счетую. Чем-то пустым, ненужным. Да и все почитаю счетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался. Все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа. Со стороны могло показаться, что апостол Павел разрушил свою жизнь в дребезге. Он был уважаемым человеком. Он был высокоученым фарисеем. Он был человеком, обладающим определенной властью, потому что он преследовал христиан, и, очевидно, это невозможно делать в одиночку по собственной инициативе. У него были письма, рекомендательные от первого священника. То есть человек, который обладал определенным статусом. И всего этого он лишился. Почему? Потому что он все это полагает пустым и ненужным, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Апостол противопоставляет две праведности. Праведность от закона и праведность от Христа. Что такое праведность от закона? Это праведность, которую человек достигает своими усилиями по соблюдению закона. Вот я все сделал как надо. Я этим праведен перед Богом. Я сохранил все заповеди. Я выполнил также и все обрядовые предписания. Я этим праведен перед Богом. И апостол в других своих посланиях объясняет, что эта праведность невозможна. На самом деле никто не живет по закону. Мы все согрешили перед законом. Мы можем претендовать на то, что мы праведны перед законом. Человек обладает огромной способностью к самообману, но это именно самообман. И Бог нас спасает не этой праведностью от закона. Бог нас спасает праведностью Иисуса Христа. То есть наше спасение не в том, что мы сами по себе, по своему поведению праведные люди, это не так, а в том, что у нас есть праведник, наш ходатай перед Отцом Иисус Христос. И Иисус Христос является нашей праведностью. Бог нас оправдывает через Иисуса Христа. Не через нас самих, через Иисуса Христа. И оправдывать может иметь два значения. Я думаю, они оба подходят, хотя разные толкователи в истории церкви могли склоняться к разным, так сказать, плюсам. Оправдывать, как провозглашать праведным. Выносить оправдательный приговор. То есть во Иисусе Христе Бог выносит нам оправдательный приговор. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Ради праведности Иисуса Христа мы оправданы. Не нашей праведностью, а тем, что мы пребываем во Христе. Нам вменяется, буквально засчитывается праведность Иисуса Христа. Мы сами не праведники, но мы принадлежим праведнику Иисусу Христу. Благодаря этому мы оправданы перед Богом. Но речь, конечно, идет не только об этом. Речь идет о том, что Бог нас подлинно изменяет. Это оправдание, в смысле вынесения оправдательного приговора, оно всегда приводит к тому, что Бог меняет нас изнутри, Бог делает нас праведными. То есть мы оправданы перед Богом тем, что у нас есть праведный ходатай. Не тем, что сделали мы сами. Но речь идет не о какой-то юридической формальности. Речь идет не о том, что нам просто списали кредиты. Речь идет о том, что Бог тех, кого Он принял, изменяет изнутри. И апостол говорит об этом, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть Христос действует в жизни апостола, как Он действует в жизни каждого христианина. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, ли усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Апостол говорит, что совершенство это его цель, и он еще не достиг христианского совершенства, но он прилагает к этому усилию, он стремится. Я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Возможно, тут как-то подразумевается, апостол имеет дело со лжеучителями, которые говорят о своем совершенстве. И он говорит, я сам несовершенный, и я только стремлюсь к совершенству. Наша надежда перед Богом, наша надежда на оправдание не в том, что мы совершенны, а в том, что у нас есть совершенный Спаситель, Иисус Христос, Который достиг нас. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою которой он действует и покоряет себе все. Апостол предостерегает против уже учителей, которые мыслят земно. И он противопоставляет им апостолов наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Мы небесное поселение, небесная колония. Дело в том, что Филиппы это был город, обладающий определенным юридическим статусом. И в Древнем Риме существовала практика то, что называлось римская колония. Люди, которые сражались за Рим в легионах Рима, они имели право на римское гражданство. Они были гражданами Рима со всеми привилегиями, которые из этого вытекали. Но Рим не очень хотел, чтобы все эти люди жили в городе Риме, потому что люди с опытом военных действий решительные, воинственные, могли быть источником беспокойства, могли быть источником беспорядков в Риме. Ну и Рим, собственно, был нерезиновый. Конечно, там и так было много народу. И римляне нашли такой выход. Они сказали, что у нас некоторые города, находящиеся достаточно далеко от Рима, они будут как бы выносным Римом. Они будут считаться как бы римскими кварталами. То есть человек, который живет в этом городе, он будет считаться юридически римлянином со всеми его правами и привилегиями, но живет он физически не в Риме. Это считается юридически Рим. И хотя они физически были удалены из Рима, они юридически были римлянами. И они осознавали себя римлянами. А людьми, у которых есть римское гражданство, есть все его привилегии. И вот мы в этом отношении являемся гражданами небес. То есть мы живем еще не на небесах непосредственно, но мы являемся гражданами небес. Наше жительство на небесах. У нас есть небесное гражданство. И мы ожидаем спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Римский император иногда время от времени посещал эти провинциальные города. И это было, конечно, событие. Люди выходили ему навстречу, его горячо и радостно приветствовали. И это было большое торжество, большое радостное событие. И апостол сравнивает вот это посещение императором своих городов. Он говорит, что нечто подобное будет, когда Господь придет во славе для того, чтобы воспринять нас к себе. И он, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет все себе. Наше тело является уничиженным. мы все стареем, болеем, умираем. Христиане, которые подвергались гонениям, терпели еще насилие, получали раны. Но апостол говорит, Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет подобно телу воскресшего Христа. Итак, апостол указывает филиппийцам на их идентичность. Кто они такие? Если спросили у части жителей Филипп, кто вы такие? Они бы сказали, мы римляне, мы римские граждане. Но Рим же далеко. Но тем не менее, да, мы живем не в Риме непосредственно, не в его городских стенах, но мы римские граждане. И филиппийцы, как и христиане вообще, это граждане небесного Иерусалима. Хотя они пока живут за его пределами. Но мы ожидаем, что Господь вернется и установит свое царство и наше тело будет преображено. Мы будем подобны воскресшему Христу. Мы с вами прочитали третью главу послания святого апостола Пава к филиппийцам. Мы делаем это в рамках библейского портала Экзегет.ру. Экзегет.ру. Продолжение следует...